Очень важная вот такая затачка. Это мы все четыре лекции к ней будем с вами подходить. Ставлю вот такой эксперимент. Это Г-образный бетонный стол. Бетонный стол, прытый деревом. Рядом с ним растет дерево. Я взял бельевую веревку и натянул между деревом и бетонным столбом. После этого взял две мышцы и перед этим я их в кабинете физики померил. На таком приборчике называется он динамометр. Динамометр умеет считать силу, приложенную к основанию рычага. Померил и выяснил, что обе мышцы развивают, способны развить абсолютно одинаковое усилие. То есть эта пара мышц у нас совершенно одинаковая сила. Подвешиваю одну мышцу, вот здесь подвесил. Вот она. Висит на вторую мышцу, вот здесь подвесил. На одинаковой высоте подвесил. Какой мышц подвесил абсолютно одинаковая груза? Груз совершенно одинаковый. Вот он здесь. Вот он здесь. Итак, сила мышц одинаковая, высота подвески одинаковая, масса груза одинаковая. Это мышцы назовем мышцы номер один, это мышцы номер два. Теперь подвел провода от импульсного генератора и дал приказ на сокращение. Свежеоткрипарированная мышца, если раздражает слабому удару тока, сокращается ровно так же, как и от нервного импульса. Итак, за счет этого сигнала я перевел мышцы в рабочее состояние. А вот теперь к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, обе мышцы, первая и вторая, поднимут свою грузу на одинаковую высоту или нет? У кого какие идейки? Прошу вас. Мышца номер один имеет сверху, найдет полный стол. Мышца номер два имеет над собой, только веревку, которая прогнется. Поэтому мышца номер два отнимет груз, пусть в одинаковом усилии, но на меньшую высоту, чем мышца номер два. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Физики отношения полезной работы к общей работе как называются? Коэффициент полезного действия КПД. В результате у какой мышцы КПД выше? У первой или второй? У первой. Правило звучит следующим образом. Чем жестче закреплен неподвижный конец мышцы, тем выше ее КПД. Поэтому, если мы хотим построить какую-нибудь хорошо двигающуюся животинку, мы должны обеспечить жесткие точки для крепления мышцы. В этом случае двигаться она будет консальщим хорошо. А если мышца крепится вот к такому провисающему киселю, то часть усилия сокращения пойдет не на полезную работу, а на деформацию опоры. И к движению это не приведет никакому. Хорошо.